Повестка 41 заседания Земского собрания состояла всего из пяти вопросов. Первые четыре депутаты рассмотрели за час. Дала результат плодотворная работа на дне депутата и в рамках подготовки вопросов к заседанию. Столько же времени понадобилось народным избранникам и на рассмотрение информации начальника экономического управления администрации района Елены Мазуниной. Напомним, в настоящее время идет формирование новой муниципальной целевой программы развития сельского хозяйства в районе на 2015-2017 годы. Елена Владимировна озвучила депутатам цели и задачи, которые ставит перед собой администрацию района, формируя стратегию развития отрасли на ближайшие три года. Говоря о будущем, остановимся на текущей ситуации. Из-за имеющихся в районе 200 тысяч гектар использовать в сельском хозяйстве можно лишь 42 тысячи. Остальную площадь занимают вода и лес. Однако и из этих 42 тысяч гектар по прямому назначению, то есть в качестве сельхозугодий, используется лишь 13 тысяч. Да и последняя цифра имеет ежегодную тенденцию к снижению. За прошедших три года, по данным Управления эконом-развития, площадь посевных площадей снизилась на 17%. Если говорить о производственных показателях, то в течение последних трех лет поголовье крупного рогатого скота держится на одном уровне. При этом рост производства молока до прошлого года ежегодно составлял 5-6%. Продуктивность была на уровне 4600 литров молока в год от дойной коровы. Засуха 2013 года внесла коррективы. Производство молока снизилось, продуктивность упала. Соответственно, снизилась и выручка сельхозпредприятий. Отстают от средней краевой заработной платы работников сельхозотрасли и производительность труда. Рентабельность от реализации сельхозпродукции, если брать без учета субсидий, имеет устойчивую тенденцию к снижению. И только вложения в отрасль, краевые и районы субсидий позволяют сельхозтоваропроизводителям держаться на плаву. По словам Елены Мазуниной, разрабатываемая программа и должна решить обозначенные проблемы. Чтобы добиться главной цели – повышения занятости доходов населения, роста доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей, районные власти намерены ежегодно выделять из бюджета по 8 миллионов рублей. На эти средства можно также ежегодно привлечь до 33 миллионов рублей краевых субсидий и инвестиций. Приоритетом, согласно программы, станет производство молока. Да, инвесторам, которые решат заняться этим, власти будут оказывать всяческое содействие, вплоть до лоббирования на краевом уровне. Не забудут и о малых формах хозяйствования. Для их поддержания район намерен участвовать в краевых проектах на условиях софинансирования. Именно частник, считают власти, сможет дать прирост и по пассивным площадям, и по производству продукции. Кадры – еще один приоритет. И в этом вопросе надо действовать по всем направлениям. Строить жилье для специалистов, повышать им заработную плату, осуществлять единоразовые выплаты, заключать договоры на целевое обучение. Некоторые показатели вызвали вопросы у депутатов. Например, каким образом власти намерены увеличить производительность труда в два раза. Поинтересовалась они Софедина. За счет чего? Только через техническое и технологическое переоснащение, модернизацию оборудования и технологий. Таков был ответ начальника управления экономразвития. Для этого район намерен субсидировать часть затрат на реализацию инвестиционных проектов. Высказал свою точку зрения и заместитель председателя земского собрания Анатолий Яскин. Он считает, что основная проблема – в низкой производительности труда. Нет прибыли, которую предприятия могли бы направлять на техническое и технологическое переоснащение. Маленькие хозяйства, раздробленные ранее крупные колхозы, неэффективны сами по себе. Они ведут речь о выживании, а не о развитии. Необходимо начать движение к объединению предприятий – крупных крадообразующих, которые могли бы консолидировать источники и за счет этого кредитоваться и заявляться на субсидии. Сергей Толстиков считает, что необходимо поддерживать и семейные фермы, которые решают вопрос занятости населения, и существующее хозяйство для того, чтобы село не умерло. Депутаты Яскин и Толстиков приводили в пример Кунгурский район, где удалось сохранить крупных сельхозтоваропроизводителей. Сегодня это градообразующие предприятия, основные налогоплательщики в бюджет района, на которых работает значительная часть населения. Осинские и Кунгурские районы нельзя сравнивать, считает Виктор Пенягин. Ранее наши соседи не сделали того, что сделали мы. Они не разделили крупное хозяйство на мелкие. Мы, осинцы, это сделали и что получили? В Верхдовыдовке сельхозпредприятия нет. В Новозалесного, Крылово, Гремяче тоже. Сейчас, чтобы восстановить эти хозяйства, нужны не просто большие, а очень большие деньги. К примеру, чтобы ввести в оборот 100 гектаров, нужен 1 миллион рублей. Вот такая арифметика. Говоря о производстве молока, депутаты не могли не затронуть тему его переработки. Чтобы перерабатывать молоко на осинской земле, для начала необходимо в разы увеличить объемы его производства. Для этого нужно нарастить количество дойного стада. Только тогда переработка станет экономически выгодна. И еще нужно, чтобы молзавод юридически был привязан к одному или нескольким сельхозтоваропроизводителям. Только тогда он сможет рассчитывать на краевые субсидии. Подводя итог разговора, председатель Земского собрания Сергей Генеральчук отметил, что проблемы в сельском хозяйстве нужно решать в комплексе. И самым главным должен стать вопрос, где взять деньги. Именно для этого и разрабатывается стратегия развития сельского хозяйства, чтобы не только видеть, к чему идем, но и понимать, откуда брать. Быть или не быть качественному горячему водоснабжению в домах на улице Комсомольской решили депутаты на июньском заседании Городской думы. К их вниманию был представлен проект о внесении изменений в программу комплексного социально-экономического развития поселения. Сотрудники администрации предложили перекинуть запланированной на разработку проекта программы по проведению капремонта средства непосредственно на ремонт тепловой сети и сети горячего водоснабжения. Жалобы жителей на некачественную услугу поступают в городскую администрацию давно. Для того, чтобы из крана побежала горячая, согласно всем ГОСТам вода, ее необходимо пропускать, что невыгодно при установленных приборах учета. На исправление ситуации понадобится порядка 3 миллионов рублей, и львиная доля будет направлена из городской казны. Еще одно изменение в программе носит дорожный характер. Администрации планируется участие в региональном проекте, который позволяет привести в нормативное состояние дороги, которое ведут к земельным участкам для многодетных семей. Данный проект позволит привлечь из бюджета Пермского края почти 9 миллионов рублей, что составляет 95% от общей сметы работ. Остальные средства будут направлены из городской казны. Депутаты единогласно проголосовали за предлагаемые изменения в программе СЭР. Следующим вопросом были рассмотрены и приняты соответствующие поправки в бюджет. После рассмотрения всех вопросов, с заповесткой дня депутаты заслушали информацию о возложении обязанностей на городминистрацию по проведению ремонта дорог. Строго следуя букве закона, сотрудники ГИБДД неустанно направляют в Осинский районный суд заявление о состоянии дорог, в результате рассмотрения которых суд обязывает администрацию произвести капитальный ремонт дороги на улице Карла Маркса и Интернациональной. В течение пяти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Дело благородное, но с учетом того, что стоимость работ и в том и в другом случае превышает 100 миллионов рублей, практически невозможное. К примеру, годовой бюджет поселения составляет чуть более 90 миллионов рублей. Никаких программ софинансирования на данный момент не существует. Каким образом власти разрубят этот гордий узел, следите в наших выпусках новостей. С днем рождения! Поздравляю! Наш любимый детский сад! Я все радостно желаю для гостей и для ребят! В июне свой юбилей 20 лет отметил Центр развития ребенка Лира. За эти годы детский сад выпустил более 300 воспитанников. В его стенах работало порядка 200 педагогов. Часть из них перешли в другие дошкольные учреждения и передавать опыт и знания, полученные в Лире. Некоторые сегодня сами являются заведующими детских садов. Кузницы педагогических кадров для дошкольного образования, так называют детский сад Лира. Это единственное учреждение в районе, имеющее высшую категорию. Детский сад первым стал районной и краевой педагогической экспериментальной площадкой. Педагоги Лиры первыми стали проводить конференции для своих коллег. Все 20 лет детский сад занимался и занимается инновационной деятельностью. И все это время у руля детсада Альфиза Маматова. Поздравить Альфизу Фаритовну и ее коллектив пришли многие. Первые лица города и района, коллеги, благотворители, старые и новые друзья, родители. Глава района Яков Лузянин пожелал, чтобы в детском саду всегда царила атмосфера любви, добра и тепла. Председатель земского собрания Сергей Генеральчук поблагодарил за умение делать мир детства светлым и радостным. Заместитель главы администрации осинского городского поселения по соцвопросам Ирина Денисова отметила высокую планку центра развития, которую коллектив детсада взял с самого раннего возраста и которую продолжают держать на высоком уровне и сегодня. В этом году детский сад Лира ждут большие перемены. В летний период начнутся ремонтные работы в бывшем здании афганского центра, которое, напомним, еще в прошлом году было передано детскому саду. Эти работы проходят в рамках исполнения указов президента и поручения губернатора Пермского края по обеспечению местами в детских садах всех маленьких россиян в возрасте от 2 до 7 лет. Уже к концу этого года детский сад Лира планирует распахнуть двери для детей города Асы. Прослый мир в твоих руках Подари ребенку детство Дети это зеркало Надо чаще в них смотреться Ты возьми весь этот мир Подними в ладонях свету Как вселенную любви В эту хрупкую планету Прекрасный наш язык под пером писателей неученых и неискусных быстро клонится к падению. Эти слова, сказанные Александром Пушкиным, актуальны по сегодняшний день. Из 33 букв алфавита можно составить великое множество добрых и хороших слов. Почему именно это нецензурное трехбуквенное безобразие появилось на ротонде со стороны Камы для меня, как и для многих осинцев, остается загадкой. Неизвестный художник старательно вывел буквы на неровной поверхности, используя свой, вероятно, еще не сформировавшийся эстетический вкус. С начала весны надпись Гордер – дело на стене культурного объекта, но всему приходит конец. В нашем городе, как и в тысячах других российских городов, есть три категории людей. Первая – это люди, которые не видят ничего дальше своих интересов. Вторая – это те, кто видит и высказывает возмущение. Третья – это те, кто просто берет и исправляет. Вооружившись баллонами с краской, они вышли на место, чтобы исправить чудовищные, с моральной и эстетической точки зрения, граффити. 15 минут и творение художника-анонима исчезло под слоем серебристой краски и с баллоном. Параллельно велась работа по скашиванию травы и сбору мусора. После этого началось самое интересное. Зеленые нити, как в школьной тетради, превратились в строки. И буква за буквой появилась новая надпись, которая была утверждена активистами на месте. Абсолютное большинство проголосовало за строки из стихотворения Венемина Ашгибисова «Мой город». И уже через час с Камом можно было увидеть новую, наполненную любовью к своей малой родине надпись. Традиционный день подписчика прошел на городском почтампе в прошлую пятницу. Уже третий год газета «Осинские вести» проводит эту акцию с целью ознакомления горожан с городской газетой, ее целями и рубриками. И вообще, очень удобно пришли подписаться и не только на нашу газету, но и на другие печатные издания. Среди подписчиков были и те, кто решил подписаться впервые. Решила выписать газету «Осинские вести». Критики много. Вот посмотрю, за что критикуют вашу газету. А еще подписка сопровождалась розыгрышем различных призов, которые любезно предоставили сеть магазинов ООО «Меркурий», сеть магазинов ООО «Торговый двор», магазин «Риммы техника», дворец «Спорта фаворит», а также «Такси прогресс». Все подписчики газеты могли попить горячего чая и вкусить огромный торт от городского информационного центра. Не обошлось в этот день и без частушек о любимой газете. Их исполняли не только сотрудники газеты, но и сами «Осинцы». Я газету прочитала, настроение всем поднял. Новости все знали, завистьями побежали. Я девчонка боевая, я за город, за людей. Пропою я вам частушки для подписчиков вести. Мои любимые «Осинцы», срочно торопитесь. На газету непременно нынче подпишитесь. Итогом дня подписчика стал розыгрыш главного приза – мультиварки. Ее обладательницей стала Людмила Патласова. И ни один из подписчиков этот день не остался без подарка. Осинская земля славы и полна. По таким девизам прошел в 2014-м День города. «Скупимся на любовь, скупимся», поет Алла Пугачева. Но это только, наверное, в будни, а в праздники, да особенно такого масштаба, как День города, нет. Столько добрых, теплых и радостных слов в этот день услышали осинцы. В этом году Оса отметила свое 423-летие, а Осинский район – 90-летие. В связи с этим и сценарный материал праздника был пронизан юбилейными датами. Торжественной церемонией, которая называлась «Слава людям, творящим добро», поприветствовали осинцев и гостей города – председатель правительства Пермского края Геннадий Тушталобов, глава Осинского муниципального района Яков Лузянин и глава Осинского городского поселения Михаил Аллатрев. Живет на Осинской земле добрая традиция – награждать в этот день заслуженных осинцев званиями почетные граждане района и города. В 2014-м ими стали от района бывший председатель земского собрания Иван Самков и от города ветеран спорта Виктор Бочкарев. Эту приятную миссию осуществили председатель земского собрания района Сергей Генеральчук и председатель Думы Осинского городского поселения Михаил Аллатрев. Где бы ты ни был, в каком краю не рос, знай, что родина милее всего. Эти люди достойны этих званий, ведь их труд и достижения были на благо своей маленькой родины. К словам поздравлений присоединился советник председателя законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, почетный гражданин Осинского района Николай Девяткин. Он поздравил всех с праздником и признался, что Осинский район – самый любимый в его жизни. На земле Осинской наши люди трудятся на славу, сеют хлеб и землю пашут. За успех от нас всем – браво! Браво осинцев! В этот день сказали заместитель исполнительного директора Совета муниципальных образований Пермского края Татьяна Аликина, глава Бордынского района Сергей Ибраев и глава Крыловского сельского поселения Александр Молчанов. Во время праздничного действия нашей съемочной группе удалось взять интервью у представителей власти. Геннадию Петровичу были заданы два вопроса – о перспективах развития Осинского муниципального района. Могу точно сказать, район будет развиваться. Во-первых, здесь традиционно есть нефть, ее достаточно, еще будут новые открытия, прямо могу сказать. Я считаю, что сегодня малый и средний бизнес встает на ноги. Смотрите, даже сегодня розы вручает почетным гражданам, все розы осинские. У нас в планах решить очень серьезные проблемы, которые есть в оси – это реконструкция очистных сооружений, водоснабжения, то есть полностью все это дело поменять. Ну и судя от того, что я увидел сегодня на празднике, народ веселый, народ оптимистически смотрит в будущее. Это говорит о том, что в районе будущее было, есть и будет. И о проходящем в Бразилии чемпионате мира по футболу. Ну, если посмотреть по качеству игры, то сегодня лучше всех выглядят немцы, Германия. Я разбираюсь в футболе. Думал, всегда нравились испанцы, но они так безобразно нынче готовы были, поэтому улетели уже. И поэтому вчера даже прочитал анекдот в газете. Наконец-то встретились Испания и Португалия в аэропорту. Ну вот видите как, шутка шутками, они на поле-то не могли встретиться. Все-таки довольно всегда большие шансы у хозяев. Яков Лузянин от всей души поздравил осинцев с проходящим в городе событием. Дорогие осинцы, дорогие земляки, мне очень приятно в этот день поздравить вас с нашим общим праздником. Праздником не только города, а сына всего осинского района, потому что не каждый день мы празднуем юбилей. Я считаю, что праздник, начало праздника есть. Погода, надеюсь, не подведет. Настроение у всех хорошее, боевое. Самое главное настроен настрой праздничный. Михаилу Валерьяновичу журналисты задали вопрос о перспективах установления еще каких-нибудь памятников в осе. Я думаю, что самый лучший памятник будет это зарытые канавы, новые водопроводы и благоустройство, выполненное в полной мере нашими подрядчиками доблестными. На сегодняшний день работа идет в полной мере. А праздник был в самом разгаре. С самого утра заработали детские игровые площадки. До дувных аттракционов было видимо-невидимо. Чудесные пони катали детей. Веселые клоуны занимали их различными играми. На национальной площадке русские ребята знакомились с татарскими народными играми. Всех жителей города осы мы хотим поздравить с сегодняшним праздником. Сегодня мы отмечаем не только день города, но и три праздника сразу же. Это 90-летие нашего района, день города и все это проводится в рамках Года культуры, который объявлен в России. В честь этого мы решили организовать свою национальную площадку. Наши дети проводят национальные игры, которые обычно у нас проводятся в Сабантуях. Сабантуи мы не проводим. И решили провести хотя бы маленький кусочек Сабантуя вместе с жителями нашего города. На Яблочной аллее развернул свою работу город мастеров. Чего-то только не было. Но все, на что способна фантазия человека. Осинцы с завидной скромностью отмечали, что праздник удался. Хороший, хороший. Погода позволяет. Да, настроение хорошее. Поднимается от песен, от всего остального. Вроде бы все нормально здесь, хорошо. Еще одним замечательным моментом праздника было награждение осинцев почетными грамотами района, чей вклад в его развитие был значимым и неоценимым. Одной из них была Анна Терентьевна Драчева, герой социалистического труда. В 2014 году ей исполняется 90 лет, она ровесница района. Когда мы ее попросили поздравить осинцев, она с юморком ответила, а это меня надо поздравлять. Так держать Анна Терентьевна. И всем нам тоже. Каждый из нас этого достоин. Главное, чтобы заметили. А для этого надо немного. Просто жить и любить свой город. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok